Ну что, зима близко. Я думаю, что человеческая память, конечно, так устроена, что мы помним хорошее и забываем плохое. Но вот снегопад, который был прошлой весной, когда мы не могли просто уехать с работы и потом не могли добраться до дома, я думаю, что многие кировчане помнят. И очень интересно, не повторится ли такая ситуация в этом году? Мы каждый год обсуждаем примерно одно и то же. Перед началом зимнего сезона мы такие, ну вот как же подготовились? И обычно, как правило, приходят к нам чиновники или дают комментарии, говорят, что мы готовы, все хорошо, на этот раз будет прекрасно. Вот интересно, как в этом году, действительно ли они опять нам расскажут, что все будет хорошо? Но мне хочется отметить, вот сегодня почему-то на конференции у главы администрации города почувствовался, вот лично для меня, не знаю, просто на каком-то интуитивном уровне, было очень много, мне кажется, какой-то решительности. То есть они как будто действительно провели работу, они так ответственно об этом говорили, и как будто есть какой-то запал, что у нас действительно может получиться. Не знаю, как это будет на практике. Какая-то красивая фраза ты говоришь, Катерина, действительно, твои бы слова до Бога в уши. Нет, ну кажется, что они готовы к этому эмоционально, морально, не знаю, но по крайней мере делают вид очень успешно. Вот от прежних руководителей администрации почему-то такого не было, они как-то очень сдержаны, может быть, я просто говорила, что мы... У нас сегодня в гостях будут и представители администрации, и представители дирекции дорожного хозяйства. И я думаю, что посмотрим, насколько они решительно настроены, и с каким настроением они готовы строить зиму. Добрый вечер, в эфире программы «Жорсовет», здесь журналисты обсуждают актуальные темы. Меня зовут Надежда Ведерникова, сегодня со мной в студии работают мои коллеги Анастасия Шурснева и Екатерина Зубрева. Как известно, зима в Киров всегда приходит внезапно. Сегодня мы решили выяснить заранее, еще до наступления первых снегопадов, готов ли город к зимней уборке снега. У нас сегодня будут два гостя. Это Алексей Ишутинов из дирекции дорожного хозяйства города и Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Кирова. Первым мы приветствуем Дмитрия Печенкина. Здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий Печенкин, начальник отдела благоустройства, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Кирова. Давайте начнем с главного. Город уже начал готовиться к зиме? Действительно, мы сейчас находимся в таком календарном периоде, когда у нас приближается зимний период содержания. На дворе октябрь месяц. Я напомню, что у нас даже по правилам благоустройства прописан зимний период содержания уличной дорожной сети. Это с 15 октября по 15 марта следующего календарного года. Соответственно, вся подготовительная работа к содержанию улиц и дорог в зимний период у нас начинается, по сути дела, наверное, с окончания предыдущего периода. На сегодняшний день вкратце озвучу те направления, по которым в течение летнего периода и весеннего, и начала осени велась работа и дирекции дорожного хозяйства, и подрядных организаций по подготовке к содержанию в зимний период. Но это стандартный, в принципе, набор мероприятий. Это и подготовка техники, которая задействована в уборке наших улиц и дорог. Это подготовка тех противокололедных материалов, которые мы используем при обработке уличной дорожной сети. Последний период, который у нас предшествует как раз устойчивым температурам зимним, это прочистка у нас уличной дорожной сети от смета, листьев особенно, которые падают, прочистка водопропускных труб, линию канализации, чтобы при замерзании у нас не было каких-то чрезвычайных ситуаций. Ну и текущая работа, которая связана как раз с подготовкой. Это, ну, она может быть незаметна на первый взгляд, но это стандартный набор тех мероприятий, которые прописываются у нас и в стандартах по содержанию. Вот работа этой ведется. На сегодняшний день могу сказать, что общая готовность и техники, и всех материалов у нас составляет порядка 87%. Ну, вот, в принципе, там неделя-полторы, которые остались, если говорить по прогнозам до первого снега, вот как раз те недостающие там 10 с небольшим процентов мы постараемся нагнать, потому что здесь уже будет, наверное, 100% готовность техники на реагирование как раз при условии первых снегопадов, потому что первый снег у нас, как правило, в нашей климатической зоне, он через определенный период, там, в течение суток, двух раз растает. И, как бы, есть возможность еще провести определенный набор мероприятий по подготовке, это же там, снегоуборочной техники, по подготовке, может быть, и людских ресурсов, да, для ручной уборки. То есть у нас еще время именно для устойчивого снежного покрова есть. Мы в этом направлении движемся. Каждая подрядная организация и дирекция дорожного хозяйства, как заказчик этих работ, в настоящее время как раз такую активную фазу работы проводят. Простите, я вас перебью. Вот хочется все-таки, наверное, главный вопрос понять, кто будет все-таки убирать улицы. Сейчас, как известно, сегодня была пресс-конференция в администрации города, за главой администрации. У нас есть, кстати, небольшой фрагмент. Давайте мы сначала посмотрим. Предыдущие сезоны и предыдущая система заключения контрактов показала свою неэффективность и неудовлетворительную работу. И на сегодняшний день есть необходимость, так скажем, начать с историю, как говорится, чистого листа. Поэтому в рамках существующего законодательства проводятся все мероприятия по подготовке к наступающему осенне-зимнему периоду. И на ближайшие 20 месяцев, чтобы было понятно, каким образом будет строиться работа. И, в принципе, 20 месяцев – это невыдуманные цифры, отталкивались от наличия денег. При формировании бюджетов на последующий период контракт будет либо проландироваться, либо будут формироваться новые лоты. Один лот или несколько – это уже время покажет. На сегодняшний день принята такая модель. Илья Вячеславович сказал, что многие подрядчики показали свою неэффективность, учитывая опыт прошлого года, как они работали. Ко всем подрядчикам практически были претензии. И сейчас уже аукцион объявлен на поиск нового подрядчика. И там озвучили сумму на более 800 миллионов рублей заплатят. Вот хочется понять, как, учитывая опыт прошлого года, учитывая, что были претензии, как будет строиться работа в этом году. И все равно подрядчики-то ведь те же, вряд ли придут другие. Действительно, как сегодня и главой администрации было озвучено, у нас объявлена закупка на новый период содержания. Это будет 2019-2020 год. Ну, как уже сказано, 20 месяцев. Именно объявлена эта закупка одним лотом. То есть будет предусмотрено, что в этот лот входит полностью вся уличнодорожная сеть города Кирова. Если мы берем пример предыдущих периодов содержания, вот на сегодняшний день мы имеем 7 подрядчиков. То есть между этими подрядчиками разделен город на несколько участков. И, соответственно, есть более крупные подрядчики, которые содержат центральную часть города. Есть более мелкие подрядчики. И вот о чем вы сейчас говорили, есть разница в их работе. И мы за последний, наверное, зимний период на конкретных примерах получили достоверные факты, что некоторые подрядчики на самом деле не справляются с тем объемом выпавшего снега, с теми условиями, в том числе, там, чрезвычайными, когда снегопад. Ну, как пример, сегодня приводилось содержание чистых брудов. Там у нас один подрядчик отвечает за данную территорию. Он, так уж будем прямо говорить, не справлялся, особенно при сильных снегопадах. Соответственно, здесь можно сделать вывод, что у подрядчика нет необходимой, наверное, техники и вообще возможности, чтобы содержать такой дитул. Если прошлый год был неэффективный, этот год с этими же подрядчиками может быть эффективным? Значит, я еще раз повторюсь, будет один лот. А он будет когда? Сейчас объявлена закупка. У нас в конце октября торги, то есть в ноябре мы уже заключаем новый контракт. А сейчас, если, допустим, через неделю выпадет снег, кто будет? Через неделю, если выпадет снег, у нас есть действующие заключенные контракты. То есть это те подрядчики, которые у нас работают на сегодняшний день, с ними не расторгнуты договоры, мы находимся в рамках договорных отношений. То есть все обязанности, все условия контракта, которые прописаны, они обязаны соблюдать и реагировать на те погодные условия, которые будут складываться. Еще звучала такая интересная информация от господина Гутного, что по обоюдному согласию будут расторгаться. Как это? Они сами, подрядчики добровольно сказали, да, мы готовы расторгнуть контракт. Они признаются, что они не справляются? Я думаю, что любой подрядчик, наверное, не признается во всем, что он там не сделал. Он, наверное, найдет много причин и объяснений, почему он это не сделал. Ну, можно, как вы считаете, сказать, что в этом году уже точно таких там сложностей, как в прошлом и даже в позапрошлом, не будет? Знаете, я, наверное, здесь так отвечу, что мы вот в течение летнего периода, начиная с весны, сделав выводы по предыдущим нашим всем таким плачевным ситуациям, да, где некоторые подрядчики не смогли даже выйти на ликвидацию последствий апрельского снегопада, попросту не имея там возможностей, то мы сделали определенные выводы и сформировали именно вот существующую конкурсную документацию, которую объявили условия контракта таким образом, чтобы нам не получать таких белых пятен уже при реализации этого контракта. А как вы считаете, достаточно средств выделяется на уборку города, зимнюю уборку города? Ну, мы в любом случае сейчас действуем в рамках тех лимитов, которые у нас закладываются вот как раз в бюджете на 2019-2020 год, то есть это там порядка 823 миллионов. Это примерно столько же, сколько в прошлом надо, сколько, если сравнить? Это, наверное, немножко побольше, потому что здесь мы в новую закупку, в которой объявлено, включили в том числе и новые виды работы. Если раньше подрядчик только выполнял работу по уборке снега, там летний период по уборке проезжей части, то сейчас в обязанности нового подрядчика в том числе будут входить, сюда была включена и снеговывозка, до этого оно отыгрывалось отдельным контрактом, сюда будут включены противоголородные материалы, которые также отыгрывались отдельным контрактом, и сюда будет включена разметка, содержание остановок общественного транспорта, ограждений, покраска. То есть здесь, с учетом этого, объем средств не существенного, но увеличился. У нас почти каждый год подряд происходит ситуация, когда деньги на снеговывозку заканчиваются, то есть они месяц, допустим, есть, и потом говорят, что на оставшиеся 3-4 месяца все уже деньги закончились, и там на штрафы обычно вывозят еще снег. Как в этом году? Есть какие-то меры, предпринимаете, чтобы не повторилась эта ситуация? Ну, те объемы снеговывозки, которые у нас предусмотрены в рамках этой закупки, они, конечно же, опять повторюсь, в рамках тех лимитов, которые мы имеем в бюджете, возможно, с учетом выпадения большей нормы осадков, мы получаем дополнительный объем снега, который надо будет вывозить, и наверняка в таких случаях у подрядчика действующие объемы в контракте будут каким-то образом заканчиваться. Но в данном случае у нас предусмотрена возможность увеличения контрактов до 10%, либо заключение новых договоров, но это уже при условии выделения дополнительных средств, потому что зима у нас из раза в раз, она различная бывает. Еще хочется вот последний вопрос, если можно, по контролю за снеговывозкой, то есть что у нас с полигонами, как будут контролировать, сколько действительно подрядчик вывез снега? Значит, скажу сразу, у нас на текущий период зимнего содержания определено четыре места складирования, они у нас официально утверждены постановлением, согласованы со всеми надзорными службами. Значит, ну, во-первых, у каждого подрядчика на его технике снегоуборочной, и та техника, которая занимается вывозкой снега, установлена система ГЛОНАСС, система спутниковой навигации, по которой можно отслеживать передвижение, в том числе транспортных средств, с места уборки с определенной улицы до места складирования этого снега. Во-вторых, на каждой снежной свалке с участием представителей заказчика дирекции дорожного хозяйства и эксплуатирующей организации установлены либо камеры видеонаблюдения, по которым можно было отследить, что именно вот эта техника приехала с таким-то регистрационным номером, именно со снежными массами. Плюс на каждой снежной свалке предусмотрен учет там с использованием, ну, от, грубо говоря, людских ресурсов. У нас, к сожалению, время заканчивается. Мы благодарим вас, что вы нашли время и пришли сегодня к нам. Во второй части программы мы продолжим обсуждать зимнее содержание дорог. К нам придет Алексей Ишутинов, заместитель директора дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Не переключайтесь. Ну, я думаю, что в любом случае, учитывая наш климатический поезд, зима у нас за горами. Единственное, наверное, какая она будет, либо снежная, либо среднеумеренная. Но те мероприятия и те меры, которые мы предприняли, как администрация города и дирекция дорожного хозяйства, как заказчик, я думаю, что в этот зимний период послужат для того, чтобы работа уже в дорожных службе, которая видят наши жители города Кирова, была более эффективной, более успешной и, на самом деле, более, наверное, с положительной точки зрения оценена жителям города Кирова. Возможно, будут какие-то и негативные моменты, но любая работа, я думаю, что подлежит со стороны и органов власти, и жителей города, как это... регулированию, исправлению тех замечаний, и тех дефектов, которые будут по тому же делу. Это Журсовет, и мы продолжаем. Сегодня мы обсуждаем зимнее содержание дорог. У нас в гостях Алексей Ишутинов, заместитель директора Дорожного хозяйства города Кирова. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Ишутинов, заместитель директора муниципального казенного учреждения Дирекции дорожного хозяйства города Кирова. В первой части мы уже обсудили, что будут полигоны, и там люди будут контролировать, сколько вывозят снега, и там действительно ли по нормативам все это происходит. Вот хочется понять, как это будет контролироваться. Действительно ли люди будут приходить на полигоны и там сидеть, какая работа контроля вестись? Контроль по уборке снежных масс, она будет производиться в первую очередь по GPS-навигации, то есть у нас в муниципальном контракте прописана одна из обязанностей подрядчика, это оборудовать все механизмы, которые задействованы на уборке уличной нарушительности, приборами GPS-навигации. Это новинка, да? Раньше это было рекомендацией? Это было и раньше, но в данном контракте мы более четче прописываем, что датчиками должны будут оборудованы быть все рабочие органы, механизмы. Также данная информация будет поступать на Центр управления работами, это будет обязанность подрядной организации, тоже прописано в муниципальном контракте, создать на своей базе Центр управления производством. Вот расскажите подробнее, что это такое? Центр управления производством, он будет отслеживать работу всей техники, которая задействована на уличной нарушительности у подрядчика, будет планировать работу. Также этот центр... Жалобы принимать, да? Нет, секундочку, нет, жалобы, можно это расскажу? Давайте. Данный Центр будет связан автоматически с диспетчерской службой заказчика и обрабатывать, и уже диспетчерская служба заказчика будет принимать жалобы от населения, транслировать их подрядной организацией, то есть через Центр управления, то есть для оперативности обработки и жалоб населения, и каких-то пожеланий заказчика, поручений заказчика. А вообще вы реагируете как-то на замечания общественников или на какую-то критику, жалобы и так далее? В любом случае мы реагируем на все замечания, на всю критику. Также у нас сейчас на данный момент есть диспетчерская служба, которая принимает звонки от населения. Сразу же эти звонки транслируются подрядным организациям, и по мере исполнения уже информация поступает от подрядчиков в диспетчерскую службу. Мы сегодня перед программой поговорили по телефону с общественником Шамилем Бузиковым, он, кстати, еще доцент кафедры строительного производства ВИАДГУ, то есть он знаком с технической стороной вопроса. Давайте послушаем, как он оценивает качество зимней уборки дорог в городе. Ну, оцениваю, как говорится, на слабую троечку. В целом, традиционно мы второй год подряд наблюдаем картину, что у нас коммунальные службы, как говорится, традиционно бывают не готовы к разговору сети. Очень часто это проявляется, особенно весной, когда вроде бы все растаяло, а потом раз, снегопад, весь город встает. Но, во-первых, это отсутствие техники и отсутствие, так сказать, оперативного реагирования. То есть мы заведомо не знаем, какое количество техники нам нужно вывести, в какой период времени. И, как говорится, взаимодействие коммунальной службы с материологическими службами тоже вызывает определенный ряд вопросов. Второй момент – это, конечно, хламое финансирование данной отрасли по содержанию. Если взять нормативы на содержание, то есть и обработку противогололедными реагентами и так далее, то тут финансирование очень-очень-очень слабое. Поэтому за те деньги, которые выделяются, и те лоты, которые разыгрываются, то есть реальную работу, которую должны провести коммунальные службы, конечно, ее нет. Ну и следующий момент, третий, наверное, момент, который можно тоже отметить, который нам удалось выявить – это контроль за выполнением работ со стороны заказчика. По подрядным организациям. По большому-то счету, жителям-то города до этой проблемы-то никакого дела-то нет. И это не их дело разбираться в том, что где и как. Главное, что было – улицы должны быть обязательно почищены и должны быть посыпаны противогололедными реагентами. Вот это, я думаю, качество, которое должно быть. И вот это вот приоритетная задача, которая должна быть. О том, как этого добиться – это уже другой вопрос. Но пока как бы вот те пути и те инструменты, которые используются заказчиками, и взаимодействуют, ну вот эти методы взаимодействия с подрядными организациями, они, конечно, мягко говоря, неэффективны. Ну, за эти деньги, которые вот сейчас у нас выделяются на зимнее содержание, можно, конечно, добиться немножечко большего результата. Ну, кардинально, конечно, нет. Кардинально это финансировать, которого катастрофически просто не хватает. Вы тоже считаете, что не хватает катастрофически финансирования? Или все-таки? Ну, с высказыванием как? Шамиря Бузикова. Шамиря Бузикова я частично соглашусь. Это в части финансирования, да. Но у нас ненормативно. Далеко не нормативно, которое бы хотелось видеть сейчас, доведенное до Дирекции дорожного хозяйства. примерно около 15% от уровня нормативного хозяйства. 15%? 15%. Но вы можете сказать, что мы делаем все, что возможно в рамках этих денег? Или все-таки нет? Мы делаем все возможное. В любом случае есть недостатки, есть минусы в работе, есть некоторые проколы. Мы, как правило, стараемся вернуться обратно, посмотреть, где мы ошиблись и в дальнейшем это исправить. У подрядчиков, получается, действительно, они рассказывают каждую зиму, что не хватает у них техники, не хватает людей, но объемы достаточно большие. Вот как в этом году будет строить работа? Я так понимаю, что раньше штрафовали, и эти деньги от штрафов отправляли на содержание. Как сейчас? Так же, если что, вот этот один подрядчик тоже его будет штрафовать, если вдруг что-то пойдет не так? В любом случае штрафные санкции по работе подрядчика, они будут применены по оценке работы. То есть оценка будет производиться ежедневно, ежеквартально, еженедельно, ну и, соответственно, ежемесячно. Будут составлены при оценке все промежуточные акты, обследования уличной дорожности. Также будут учитываться все предписания, выполненные и невыполненные заказчиками предписания контролирующих органов. Это у нас ГИБДД, прокуратура. Также какие-то замечания от территориальных управлений, администрации города. И в совокупности будет вставляться та же больная система. А сумма штрафов не изменится, останется такой же? Или как? Или вот как это все происходит? Больная система, она категорически не поменяется, она останется эта же. Последний вопрос. Как вы, с каким настроем ждете зиму, как вы думаете, будет ли наш город чистым? Ну, чтобы город чистый, мы, конечно, очень все будем максимум усилий прилагать к этому. Постараемся, не то, чтобы постараемся, максимум приложим усилий, чтобы город был чистый, во время убран и обработан противогололюдными материалами. Спасибо вам большое, что нашли время. Пришли сегодня к нам, я напомню, что у нас в гостях был Алексей Ишутинов, заместитель директора муниципального казенного учреждения, директора дорожного хозяйства города Кирова. Меня зовут Надежда Ведерникова. Сегодня со мной в студии работали мои коллеги Екатерина Зубарева, Анастасия Шерстнева. До свидания. До свидания. Хотел бы говорить, что подрядчикам, подрядчикам будут обязаны не только сделать свою цену управления производством, но и сделать дорожную патрульную службу, которая будет заниматься мониторингом транспортно-эксплуционного состояния уличной гражданицы. которая позволит подрядчику, я думаю, оперативно и рационально распределять те транспортные потоки, которые будут прибирать наш город. В дальнейшем, я думаю, что город изменится. Редактор субтитров А.Семкин